Ребята, всем привет! Мы с вами находимся в аэропорту Шереметьево, и мы летим на каникулы в Америку. Сейчас летим в Нью-Йорк, у нас будут новые герои, ребята немножко опаздывают. Будет Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Гранд Каньон, в общем, все самые крутые места Калифорнии, Запада Америки. В общем, ребята, на самом деле я занялся самой важной местностью, я вам покажу. Смотрите, это все мое. Со мной летит чебурек. Ноутбук. И все, я здесь один. Кстати, самолет новый, есть USB-зарядка, пульт. Круто! Хороший большой самолет. Ничего вас познакомить с ребятами, которые с нами летят. Это вот Владимир Калашников. Привет, Вок. А это Юля. Ильяна. Ильяна, как Настя называет. Собственно говоря, откуда я знаю Вована, это друг Иксмена. Если можно, пишите в комментариях, как мы будем Володьку называть, потому что в ближайшие 21 день он будет с нами путешествовать в Америке. Я приветствую вас на борту самолета Boeing 777. Мы выполняем рейсов 45 минут. Желаю вам приятного аппетита. Настя вообще исполняет. Настя вообще исполняет. Проходите, проходите, я вам специально место занял. Спасибо. В общем, ребята, в аэрохоте теперь, не теперь, а я не знаю, может быть всегда и давали красное вино российское. Не скажешь, что теперь Крым наш и вот пейте российское вино. Мы летим в такой дружной компании. Я что-то со всеми перезнакомился. Ребят, поздоровайтесь с моими подписчиками. Привет. Вот, я подписал сейчас все троих, четырех человек на свой канал. Все, ребят, держитесь без меня здесь. Мы будем место двое держать. Пойду посмотрю, что ребята делают. Сколько нужно бокалов крымского вина, чтобы пережить полет в 9 часов до Америки? На самом деле, полет несложный, но... Ну, потому что сколько ты уже бокалов? Четыре, по-моему. Паван, ты за сколько визу делал? Сколько денег? Какую? У тебя сейчас на 5 лет же шенген. Прикольно, по-моему, шенген. Восемь тысяч. Это дорого, там вот есть компания ОК Виза называется. Мы через них уже много лет делаем визы. И в Америку, и в Европу намного дешевле, чем у всех остальных. Какая компания? Ты с ним ОК. ОК Виза. ОК Виза. Кстати, ребята тоже делают через ОК Визу. Сейчас, кстати, год Греции, поэтому можно сделать визу на 5 лет. Вот Вован вообще, даже через Францию себе мудрился сделать на 5 лет. Ссылку оставлю в описании. Кому интересно, переходите. Просто можете даже прицениться, сравнить с другими агентствами и сделать себе визу, пока есть такая халява на 5 лет. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok 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 фотография какая получилась а ю рэйди ребята в нью-йорке холодно нам нужно найти метро зима здесь короче но в центр на минуту сейчас сейчас секунду челси район 1 до майка туда и пин называется какой ты надевается one this address самый главный какой тренд туда идут надо узнать а как это узнать там есть это карта варианта два либо джамайка либо хвордбич хвордбич это грубый нам он не нужен нам вот это ребята мы катаемся по кругу уже который час и не знаем как добраться до центра города на самом деле мы шутим мы давно разобрались здесь очень просто надо просто надо хорошо в совершенстве владеть английским языком и только благодаря этому пока еще не попали очень большой аэропорт поэтому по кругу ездят в этом аэропорту поезда хотели на убери поехать но убери к сожалению в час пик в 18.00 пишет два часа ехать до центра наконец-то приехали на конечную станцию и начинается новый круг адам нам нужно найти метро голубой линии понять куда нам ехать и голубая линия или что-то в этом роде главное снят не договориться и не просрать ее в фарфе я ее 5 лет не активировал вот спасибо америка То есть, чтобы здесь побыть, нужно, чтобы у тебя была кредитная карта. Именно кредитная. Вот, а ты готовы ее? Не, не, Вован, стой. Что за трэш происходит? Я думала, здесь должна быть лавка с бесплатным алкоголем для туристов, чтобы у них не было стресса от нее. В общем, у нас есть карта, мы сейчас попробуем кого-нибудь провести. Давай это ты будешь. Я извиняюсь, эта карта только для этого, не для Саввэй. Это 5 долларов за экзитом и 5 долларов за экзитом. Чтобы доехать до центра города, нужно заплатить 5 долларов, чтобы прокатились по аэропорту, вот этот трэйл, и 2,5 доллара. Настя, почему ты вверх смотришь? И 2,5 доллара для того, чтобы зайти в метро с человеком. То есть с четверых мы заплатили 30 баксов. На Uber было бы дешевле. Поэтому ездите на Uber и не прилетайте в Нью-Йорк в час пик, как мы это сделали. Это глупо. Платный Wi-Fi. Охренеть, вот что-то... Время уборки мусора в Нью-Йорке. Круто среди мусора брали. Вот так массово у них убирают мусор. Не-не-не, Воп, налево. Налево, налево и на той улице направо, и мы пришли. 25-й. Пойдем туда. А 23-й? Ну как первые движения? Ну что вам сказать, мусорка пахнет хорошо, дома высокие. И все, да? Ну пока что... Энергетика чувствуется бешено или мы в самом центре? Можно сказать, тут все вот прямо... Пока чувствую себя... Уставшим, убитым. Ты из Таджикистана приезжаешь. Который сейчас пытается устроиться на работу. Не, на самом деле, действительно, когда прилетаешь в Америку, прилетает вот самолет с русскими, и все щемятся, куда-то там перелазят. Ну как, не знаю. Люди смотрят, вот американцы, и такое... Пиши, знаете, как будто... Не знаю, с чем сравнить таджики приезжают в Москву. Вот то же самое, да? Быстрее, быстрее, что-нибудь капают. Да, направо и вон он. Не, на самом деле... В принципе, так интересно. Травой воняет, чувствуешь? Травой воняет везде. Вообще пипец. Ну пусть почти. Да. В метро вообще все, мне кажется, накурят. Где-то вот наш отельчик. Прикольная парковочка. Двухъярусная. Экономит место в мегаполисе. А вон наш отель Камбри называется. Был самый дешевый отель в центре города. То есть по цене дешевле ничего не было. Но все пишут, что оценка у него хорошая. Все пишут, что очень удачное расположение. Вот на империи стоит билдинг. Блин, травой воняет везде. Просто пипец. Можешь спросить их, пожалуйста? Юль, сколько у нас будет? Какой маленький отельчик, да? Давай. Да, летаем. Ну, хороший номер. Ну да. Отличная тут кровать большая. Чистая. За 500 баксов, считай, получился у нас. Чуть меньше 500 долларов. 450 долларов. 150 долларов за сутки. Нормально. Вау. А вот, собственно, я. Макдональдс? А? Макдональдс? Да, только я бабки забыл. Надо понять все. У меня есть с собой, нет? 500, наверное, есть. О, корвет. Да, да. Мы пришли в Блэк Айронбургер, шли по улице, шли, шли, шли и зашли сюда. Понимаете, у меня была проблема, я не мог снять наличные с дебетовой карты здесь. Вот. Наконец я зашел... Доллары. Да, доллары, да. Я зашел в банк какой-то, да, то есть, как бы, местный. И деньги мне дали. Поэтому у меня есть деньги. У меня есть деньги, я счастлив. Ну, очень много нищих, да, во всех заведениях? Ну, вот, как бы, бомжей, похожих на них, очень много. Нет, вообще, Нью-Йорк – это город креативных бомжей. Я вам покажу обязательно такую нарезочку из этих бомжей, чтобы вы понимали, как это. Ну, мне кажется, что это очень клевое место, потому что здесь очень много народу. Я вообще всегда за границей оцениваю любое заведение по количеству народу, которое там находится. Здесь, в принципе, народу много и меню такое, вот, как Рома Алёхин любит. Привези бургеры. Бургеры платные. Платный багаж? Ну, утешки, что-то. Платные. Маленькие. Первый раз видишь такие маленькие бургеры. Теныши. А как их есть? Здесь мясо, здесь нет. Ох, падают? Как? Я посмотрю на Сашу, как у него. У нас рубит жестко. Хотим спать. У нас хочешь спать? Да. Сутишь? Очень. Просто очень. Но я недавно на Фейсбуке увидела видос с конфетками. Ты не видел? Про то, что одна конфетка – это один день из жизни американца. И парень разделяет конфетку на кучки. В одной кучке он говорит, эта часть, это вы всю жизнь, это американец всю свою жизнь проспал. Эта часть, что он там провел жизнь свою на работе. Эта часть, что он там провел жизнь в обиде, там, еще какой-то обиде к своим близким. И, в общем, он так перечисляет, перечисляет все вот эти вот обыденные дни. И остается одна конфетка. И он говорит, как бы вы потратили свою одну конфетку? Вот она у вас. И когда ты мне сегодня сказал, что, Настя, я тебе говорю, Саша, я хочу спать, я не могу, я устала. Ты говоришь, Настя, мы в Нью-Йорке. И я просто вспомнила про эту одну конфетку и поняла, что надо вставать. Стиснув зубы. Кофиг на сон. Катя, помню, что купила, и я осталась, что я не буду это есть, а это оказалось очень вкусно. Что я не могла оторваться. Помнишь? Вот так вот. Вот так. Они все на камеру играют. Вообще. що-то. Что-то. Вы понимаете, мне нужно вставить нас в lift camp. Они все те, что делешком. Инвесторы мешают. Они все вновляются. Рисуетнение бUh is в свет. Колдите выти, подсердить ты. Куда будет? Они все на красоту. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok